здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу с вами поговорить о оптимизации рабочего места с фиалками как мы с вами можем тем или иным образом оптимально сократить место которое занимают подрастающие фиалки или укореняющиеся листики это мой опыт я выращивала так фиалочки начинала когда у меня еще не было стеллажа я пробовала использовать для укоренения листиков в качестве тепличек такие вот эти пакеты одноразовые судочки но они неустойчивые больше там трех на одну одну на одну не поставишь когда стал вопрос о разведении фиалок когда нужно было много или просто сохранить сорта которая есть вместо особо как всегда нету для этих целей я так как-то мне попалась на глаза у нас был магазинчик такой и есть сейчас который продает целение зимой вот здесь вот у нас девочки предлагают после этого всего тару такой одноразовый но если захотеть можно походить поискать они это уже бывшие в использовании сутки но это не селедки а просто там какие-то салаты я не помню уже так капуста квашеные огурцы вот такой вот судочек достаточно проницаемый светопроницаемый детки прекрасно себя чувствуют них стоят для того чтобы была вентиляция вот ножом в них проделал такие отверстия наглую прорезала так видно да вот крышечкой накрывается и сколько хватает на окне ставятся вот такие вот банки так видно замечательно классно также сама вот у меня вот листики чуть в меньшем судочке тоже отверстие сделано чтобы была вентиляция ну что ну мне не нравится когда плотно закрытые то же самое листики замечательно укореняется но здесь становится меньше это на 3 литра с дочек а это на 5 и можно сколько влезет на окно где-то там рядом вот ставить таким образом городить у себя выращивать по минимальной цене так как они душные шли буквально копейки девочки за них просили потому что им это таро на них невозвратная им нужно было куда-то девать обращались в супермаркеты супермаркеты такое дело у них это оборотная тара они как бы ее так не раздают а вот простых маленьких магазинчиках в варёчках все замечательно можно договориться найти при желании вот такие сутки это вот как об самый оптимальный вариант когда нету стеллажа вот на окне замечательно не будут стоять укореняться теперь давайте посмотрим что у нас когда есть стеллаж еще один вариант оптимизации рабочего пространства это вот как данном случае я отодвинул стеллаж рядом стоящий стены вот и на такие вот бельевые веревки все что было под рукой прицепила толпу целую на прищепке листочки если посмотрите здесь вот видно что они растут укореняют одну прищепку я прицепила по два пакета и листики укореняются там сейчас вот собираюсь это все снять пока это все я еще процессе не сняла показываю вам как можно используя пространство за стеллажом немножко отодвинула его стены нужно как-то так получилось что пришел момент осень зима потом смотрю нужно укоренять новые сорта мини очень много листиков как-то так вот нет места ну куда же его все это ставить ну стеллаж городить смысла нету но все равно по весне немножко разберется место останется и так вот как-то мне пришла мысль такая не здесь у меня гипсокартон я прикрутила шурупы натянула веревку где-то там вот в каких-то местах немножко еще по одному шурупу так что она держалась да прикрутила закрепила веревку купила прищепки быстро дешево в случае ненадобности вот я сейчас сниму все это богатство поставлю на стеллажи потому что листики по укоренялись вот цвета от стеллажа им хватает достаточно для листьев с головой здесь вот взрослые немножко у меня растут там листики уже с детками которые нужно рассаживать это новая партия которая будет заменять таким образом нужно немножко облегчить себе задачу в плане места потому что не все листья укореняются часть пропадает конечно же и чтобы не тратить место на своем стеллаже можно использовать как вариант такие веревки на стене почему не на стеллаж многие знают да что девочки на стеллаже делают вот здесь вот такие вот продольные веревочки цепляют и все первых мне неудобно у меня стеллаж конструкция такая что не стоят фиалки в коробках ну не так удобно я чуть позже сниму расскажу почему я так решила вот удобно так для меня если я здесь прицеплю те же кулечки не будет уже закрывать видно да насколько оно будет мешать и закрывать растение не подходит второе почему не подходит высота между полочками здесь вот 40 ниже 30 уже неудобно она уже касается они нет той высоты потому что как бы лампы почему лампы я не поставила потому что во первых они дороже чем светодиоды вот греются соответственно нужно выдерживать вот это расстояние 50 40 сантиметров у меня в основном 30 сантиметров на всех полках и нет возможности вот такие же пакеты прицепить до чтобы она вот она будет мешать не годится не подходит поэтому здесь экономим место когда расстояние между полочками у нас уменьшается но с другой стороны и листики негде просто подвигаем делаем так еще еще такой вариант на тоже на веревочке вдоль каждой полке прицеплена такая веревка и тоже на прищепку в пакетике с кулечкой каждом кулечке становятся вот маленькие стаканчики 6 штук большие три три таких большие здесь тоже укореняются листики их нужно уже снимать сейчас буду заниматься этим снимайте буду ставить уже на стеллаж под освещение после нарастают деточки вот таком вот виде я укореняю листики с минимальными затратами на место конечно многие зададутся вопросом ну а как же поливать да допустим в данном виде когда они вот завернуты пакеты не очень плотные недостаточно воздухопроницаемый здесь влагостая сохраняется где-то вот в пределах вот месяца до двух я вот когда чтобы не снимать просто беру трогаем я трогаю вот если вот он рыхлый такой становится значит нужно снять посмотреть но обычно хватает вот до укоренения я абсолютно сюда не смотрю вот эти пакеты сейчас давайте откроем один из них посмотрим влага есть или нет сейчас у тебя один открыла а лама стрейнджи сорт у меня здесь растет вот влага есть достаточно влажный торф для того чтобы листик укоренялся от я сейчас посмотрю вот корешки видно да здесь немножко темно сейчас уже видно корешки процесс пошел никаких подставочек я не делаю сейчас садим его назад пусть себе растет сейчас я это просто я недавно ставила я пройдусь просмотрю какие там это я недавно ставила сейчас можем посмотреть раньше которые были укоренялись сорт лунтик ленины лебецкой он уже плотно сидит я могу вот я его взяла не выдергивается земля влажная я не поливала тут один раз полила но еще такой момент конечно здесь не очень жарко сейчас это не лето буду смотреть летом я как правило тоже укореняю любое время года но тут такой момент есть что когда вот весной немножко не так выветривается поэтому я не заглядываю в них вообще буквально месяц это и полтора это для пробы можно попробовать кто хочет вот таким методом укоренить я не говорю да что все должны вот укоренять так как я просто самый верный вариант это вот укоренить часть листьев поставить вот такие пакеты завернуть подвернуть зажать и посмотреть как она укоренится ну вот работа проделана будем укореняться влага сохраняется вы убедились что влага сохраняется и не нужно очень много туда вот внимание уделять вот самое важное в этом моменте что сюда не нужно много времени внимания вы один раз укоренили поставили подписали замотали прикрепили и забыли на два месяца ну полтора два месяца когда нужно будет если нужно будет укорененные вы уже прошлись просмотрели старенькие ненужные которые не захотели укореняться выбросили поменяли переставили стаканчики если места нет на стеллаже еще деток нету можно поставить пускай себе дальше растут пока детки не появятся если места появились выставили и работаете уже с укорененными листочками хочу вам показать еще один вариант как можно минимизировать пространство когда укореняются листочки вот такая вот веревочка обыкновенная так на которой можно там развешивать белье можно меньше тоньше брать если тоньше просто я завязывала узелочки и цепляла пакеты на прищепку чтобы по узелку но не спад не сползал пожалуйста за на укореняют листики хорошо себя здесь чувствуют некоторые не хотят укореняться пожалуйста листики укореняться потом будут поставлены на стеллаж здесь вот не захотел убирать надо выбрасывать таким образом я придумала себе когда у меня не было места на стеллаже чтобы поставить то же самое берутся по два так вот подставляется надо смотреть чтобы не упал стаканчик закручивается на прищепку быстро снимается быстро одевается и вот таким образом вот такая колбаска сколько хватает да где надо можно сзади где-то на шкаф прицепить можно вот у меня сейчас тут двери на стеллаж тоже можно вот по стенке вот таким вот образом сделаны лучший вариант вот этот это когда вот допустим у вас нету места на полках за стеллажом да или допустим нет вместо где городить еще какой-то дополнительный стеллаж чтобы укоренялись листики или к примеру нету возможности купить те же судочки до чтобы укореняться или эти подставочки тем более что судочки они не все плотные не все хорошо стоят могут падать а это вот вы себе где-нибудь более-менее светло в светлом месте прицепили такую колбаску вот здесь становится вот на один ярус становится 12 стаканов можно конечно еще другой стороны прицепить побольше ну вот так просто удобнее снимать одевать оптимизация пространства при выращивании фиалок такие простые и достаточно дешевые методы выращивания листиков деток при этом что они не занимают много места на наших стеллажах наших коллекциях можно развести какой-то сорт получить деточки и при этом не использовать основное место и пространство где стоят взрослые растения спасибо за просмотр удачного вам дня